добрый вечер дорогие друзья с вами канал 1австралия и я александр петров сейчас достаточно сложная ситуация с оборудованием в австралии с эмиграцией в австралии поэтому люди думают что делать у вас есть четыре варианта что делать ну и один вариант что не делать не делать значит нет но что делать первое у вас есть вариант оставаться в россии второй вариант это у вас есть эмиграция в европу третий вариант это эмиграция в австралии 4 вариант канаду новую зеландию я не обсуждаю потому что не имеет никакого смысла туда подаваться потому что страна города хуже чем австралия такая недоавстралия и с другой стороны туда уже уехать сложнее чем в австралию канада интересный вариант особенно если учесть что то что они сейчас делают это что они провозгласили джастин трюдо премьер-министр канады говорит о том что они по крайней мере на данный момент заинтересованы притоки иммигрантов иммиграция в европу это на мой взгляд не до иммиграция есть очень много проблем европейских и главное это бедность все-таки заработать в европе могут единицы это в основном за счет своих соотечественников или люди которые находятся в европе на коме коста дель соль и работающие на американские компании те же наши айтишники я таких ребят знаю соответственно для этих ребят проблем особой нет но в общем плане иммиграция европы такая обычно либо площадочка для тех кто не может прыгнуть выше либо это ступенька для очередного прыжка очередной прыжок канада или австралия не сбрасывайте со счетов россию вам или ту страну которую вы сейчас живете но предположим это россия вам на данный момент надо собраться с силами скопить деньги обвестись образованием квалификации и россия это даже если это временное место пребывания это место пребывания которое надо благоустроить и подготовиться к следующему этапу в данном случае вам надо копить деньги вам необходимо накапливать знания и оборудование всякие сертификаты и искать возможности прыгнуть дальше набираться опыта работы что касается что делать дальше я думаю что мы уже решили австралия будет брать тех людей которые входят global talent или подобные программы но 124 подобная даже более сладкая программа соответственно мы знаем что надо делать мы знаем как надо подаваться если вы хотите идти через обучение на данный момент это только докторское тяжело да ничего здесь тяжелого особо нет но но неважно потом потом я вам покажу как это делается вы уже видели интервью с ребятами которые закончили докторскую остались стране вы увидите людей которые учатся и вы поймете что как я уже говорил небоги обжигают горшки что касается обучение проживания в австралии в россии для австралии соответственно вы видели ребят которые пошли на аспирантуру и соответственно они готовятся к их прыжку в австралию на ту же самую докторскую но есть вариант того что вы получите очень хорошее оборудование хорошую квалификацию находясь в россии предположим и вас возьмут на 858 визу если вы не проходите на 858 визу most likely скорее всего вы пройдете на канадские программы иммиграции потому что австралийские более жесткие всегда имейте ввиду что видимо австралия дает какие-то преимущества и плюшечки которых нету канады поэтому в канаду ехать намного легче или немного легче по крайней мере по совокупности показателей легче таким образом существует четыре варианта что вам сейчас делать и где вам сейчас находиться и где вам проводить вот эту вот пред иммиграционную сессию скажем так я думаю что и россия и европа будут для вас следующим этапом может быть это уже горький такой юмор где вас и прихлопнут то есть где либо исходящая дверь либо входящая дверь будет дохлопнута там вы останетесь и но если ничего не делать вы останетесь в россии вы будете наверное довольны жизнью в россии потому что у вас другого выхода нет и станете теми людьми которые наверно подавляющее большинство людей в россии которые довольны они жизни или недовольные но ни о какой иммиграции не помышляют вот такие у нас четыре дороги в иммиграцию спасибо